29 мая 2020 года моего мужа Сергея Тихановского задержали прямо на пикете по сбору подписей. С тех пор жизнь нашей семьи, как и тысяч семей белорусов, очень изменилась. С того дня Сергей ни разу не видел наших детей. Он не слышал, как пятилетняя Агния спрашивает, «Мама, а папа точно не умер?» И он не слышал, как одиннадцатилетний Корней отвечает ей, «Наш папа в заложниках у режима». Сергей за это время не пошел ни на какие соглашения с режимом. Он остается тем же гордым и непоколебимым человеком, как на стримах и площадях. Сейчас абсолютно неважно, какой срок запросит Сергею, а также Николаю Статкевичу, Артему Сакову, Дмитрию Попову, Игорю Лосику и Владимиру Цыгановичу тот, кто называет себя прокурором, и какой приговор утвердит тот, кто называет себя судьей. Ведь все понимают, что это не суды, а персональная месть и расправа от того, кто захватил и удерживает власть при помощи насилия. Сергей сказал, «Я буду сидеть столько, сколько позволит народ Беларуси». А народ Беларуси – это я и вы. Это белорусы в стране и диаспоры. И от каждого из нас зависит то, как скоро наши герои вернутся домой, обнимут близких и вместе будут строить страну для жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова